Добрый день дорогие участники, меня зовут Андрей Таргонин, тренер компании Robert Bosch, отдел электроинструменты. Я хочу представить вашему вниманию настольную циркулярную пилу GTS 10XC. Это наша самая мощная пила, у нас их две, GTS 10J и XC. Это модель одна из мощных моделей на рынке. Мощность двигателя у нее потребляемая 2 кВт 100 Вт. Максимальная высота пропила 79 мм. Очень удобная модель, расширяется она по ширине, расширяется она по длине. Имеет каретку, что позволяет точно торцевать под заданным углом заготовки шириной до 350 мм. Если вы работаете с листовыми материалами, то расширение стола по ширине позволяет распускать листы. И максимальное удаление, контролируемое по шкале упора параллельного от пильного диска, составляет 635 мм. Пила имеет очень надежный и точный параллельный упор Square Lock, который имеет двухточечную фиксацию, соответственно при установке в заданное положение он не двигается ни со стороны оператора, ни с дальней стороны самого пильного стола. Продольное удлинение. Надежный угловой упор металлический. Из электронных систем имеется электроника стабилизации оборотов, защита от перегрузки, ограничение пускового тока, защита от случайного, в случае прерывания подачи тока, непреднамеренного включения самого инструмента. У данной модели расценивающий нож имеет два положения, что тоже очень удобно, что позволяет делать глухие пропилы, соответственно выпиливать, допустим, пазы, выпиливать шипы, выполнять более аккуратный распил за два прохода, каких-то более требовательных материалов, которые очень часто дают сколы, это могут быть мебельные щиты, это может быть фанера, ЛДСП, ламинированный МДФ. Используя дополнительно специальные приспособления, как эта самодельная каретка, вы также сможете изготавливать такие соединения, как, допустим, шип-паз. Без какого-то, либо вспомогательного инструмента. При подаче заготовки под углом можно также выпиливать такую галтель декоративную. Опять же, это заслуга того, что у нас утапливается расклинивающий нож, и, соответственно, при подъеме или опускании пильного диска он также смещается вместе с пильным диском. Вкладыш, как вы видите, имеет регулировку по высоте, что позволяет точно настроить его в плоскость стола, и все дальнейшие регулировки произойдут уже корректно, без перепада высот. Вот, ну а сейчас мы хотим провести эксперимент. Это чистовое пиление ЛДСП за два прохода. Изначально для оптимизации угла входа и получения минимальных сколов с нижней стороны, без использования каких-то вкладышей с нулевым зазором, мы выставим вылет всего на 2-3 мм, сделаем первый пропил. Ну а дальше при максимальном вылезе пильного диска мы сделаем чистовой пропил уже с верхней стороны за второй проход. Сразу такую сноску. То, что пильный диск штатный, это наши недорогие пильные диски, которые делаются в Китае, хотя у нас имеются разные градации по качеству. Есть более качественная линейка Эксперт, которая делается в Германии. Есть наши самые топовые, очень качественные пильные диски с минимальным уровнем шува, с низкозернистым твердым сплавом, которые позволяют очень долго работать, получать прекрасное качество пропила. И, соответственно, реже требуют заточки. Очень стабильные пильные диски, которые делаются в Италии. Ну, в данном случае стоит недорогой штатный пильный диск. Линейка, опять же, OptiLine для работы по дереву. Это не какой-то специальный пильный диск для работы, допустим, с какими-то абразивными материалами, как МДФ или ЛДСП. Италии. – Северные диск они знают, что он боится? – ridesige недорогой штатный, Продолжение следует... 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 самом инструменте что тоже очень удобно при переезде там с объекта на объект допустим когда мобильная используется цена подставки где-то от пяти до шести тысяч